Главный доклад сессии – отчет председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука. Он включал в себя результаты социально-экономического развития областного центра за 2016 год, а также прогноз на 2017. В самом начале выступления мэр города отметил, несмотря на высокую степень влияния целого ряда неблагоприятных экономических факторов, обеспечена стабильная работа экономики. Сегодня можно говорить об устойчивой тенденции к позитивным изменениям практически во всех отраслях народно-хозяйственной деятельности. В 2016 году наметились хорошие тенденции в работе в промышленности города. Они, конечно, обусловлены многими факторами. Где-то есть наша заслуга, где-то ситуация изменилась более благоприятная. Но в итоге мы имеем рост экспорта, даже в долларовом эквиваленте. В итоге мы имеем рост индекса физического объема, то есть в физических объемах мы больше произвели товар. И самое главное, что в итоге мы имеем возможности бюджета, которые уже позволили реализовать многие проекты по городу и позволят сделать хороший задел к тысячелетию. К слову, важные изменения в уходящем году связаны именно с приближающимся тысячелетием областного центра Брещины. 25 августа президент Республики Беларусь подписал распоряжение о подготовке к празднованию. Также был утвержден план мероприятий. Он включает в себя 34 пункта. Это и реконструкция, и строительство, и модернизация знаковых для Бреста объектов. Год стал задельным для тех строек, которые начнутся в 2017 году. Вместе с тем, наверное, очень хорошо, что в 2016 году нам удалось строить серьезные объекты. Я имею в виду, конечно, западный обход. Вы видите, какая хорошая, замечательная трасса от улицы Ленина до Зубачева. Вы видите, как преображается улица Пионерская, но и совсем не узнать въезд в город со стороны Москвы, со стороны Востока. Это явные показатели того, что мы сделали. Очень много поработали по светодиодному освещению, очень много поработали перед дворцом профсоюза. Александр Рогачук подчеркнул, в целом 2016-й был удачным, однако есть еще немало резервов, неиспользованных ресурсов и потенциала для развития. Мы сегодня назовем лучших, но, естественно, очень серьезно поговорим о тех предприятиях, которые тянут город назад. Те предприятия, которые имеют задолженность перед своими работниками, какие-то социальные задолженности имеют. Те предприятия, которые не развиваются, а, по сути дела, показывают собой регрессивный такой вектор развития. Поэтому разговор должен быть сегодня и прикладным, и в то же время очень критичным. Что касается бюджета, то в 2016-м собственных доходов было получено более 278 миллионов динаминированных рублей, что на 29 миллионов больше, чем было утверждено изначально. Планомерное поступление средств позволило увеличить расходную часть. В 2017-м бюджет сохранит свою социальную направленность, обеспечивая достигнутый уровень финансирования здравоохранения и образования, а также необходимую поддержку брещан. Продолжение следует...